Всем привет, вы на канале Strix, с вами Виктор. Продолжаем делать обзоры в мире кораблей. Сегодня у нас новинка, колоссус, премиум авианосец 8 уровня Британии. Погнали! Итак, по слабостям. Первая слабость, бронирование. Палуба 25, оконечки 19, борт весь 19. Мы не танкуем ни фугасы, ни фугасы эсминцев, ни фугасы крейсеров, линкоров. Нас способны фугасные бобры в палубу насиловать и будет доставать невероятно сильный урон. Эсминцы в борт будут ББшками цитаделить и прочие-прочие моменты. Это главная слабость. Вторая, это полное отсутствие ПВО. Ну как бы оно типа есть, но его нет. Аура 3,5, извините, все, тут ПВО до свидания, он не способен сбить ничего. По факту этот авианосец способен заканнибалить другой и ничего вы ему не собьетесь, только не будете кидать ПКД ястребов. Так, это была вторая слабость. Касательно маскировки маневр, если тут говорить особо не надо, что-то это авианосец. Крейсер авианосец поставили, забыли, ушли, знаете, как машину припарковали где-то и так далее. Поэтому вот спики тут у вас на экране, тут к чему-то цепляться не нужно. Маскировка 11.4 прям весьма неплохо, можно разогнать еще, но в этом нет смысла. Далее, конечно же, у нас, что поживучить, 47600, это меньше, чем у других авианосцев. У нас в среднем у Чкалова, допустим, 54 тысячи, а нет, 51, Каго, если не ошибаюсь, вот, по-моему, 54. И по факту, по ХП мы аутсайдер. Немного, немного, но аутсайдеры. Поэтому здесь закрыли этот момент, все, ПТЗ 13%. Итак, в чем фишка данного авианосца, конечно же, в его эскадрилях. И главная фишка, которая ставит его просто наверх цепочки всех премиум-авианосцев 8 уровня, даже некоторых десятых, это каннибал-авианосец. Штурмы, 9 самолетов в эскадриле, 3 звена, бронебойные ракеты, альфа-350, 6 ракетных самолетов, 6 умножаете на 3 и получаете просто тотальное изничтожение любого вражеского авика. Он просто делает это настолько шикарно. И не передать словами. Итак, соответственно, довольно-таки не самые быстрые штурмовики, но это американские 10 уровня. Здесь ракеты не тим-итим, а, знаете, вот эти стандартные мелкие ракеты, но бронебойные. И отрывают они по 40 тысяч авианосцев. Два захода вражеского авианосца нет, главное, вы грамотно зайдите. Но довольно-таки хрупкие. Далее торпедоносцы в стиле британцев, тут довольно-таки все стандартно. Хорошие ПХП, живучие, медленные, опять же, размер атакующего звена 3, всего самолетов 6. То есть два захода вы можете сделать, урон 5200, бронепробитие составляет, по-моему, 32 миллиметра. Да, бронепробитие у нас составляет, о-о-о, а где же, опять, опять все это исчезло куда-то. Я почему-то, а, это я торпедоносец смотрю, извиняюсь. Вот, бронепробитие у нас здесь составляет 32 миллиметра, 4700, довольно-таки неплохо, 29 вероятность пожара. Хорошо живут. Торпедоносцы 5200, опять же, очень большой урон, 2 атакующих звена у нас всего. 35 узлов, торпеды короткие, но заходят прям за милую душу. Теперь по модернизации. Соответственно, здесь без вариантов авиагруппы, модификация 1, здесь, конечно же, форсаж тоже без вариантов. Далее, штурмовики. Время атаки штурмовиков плюс 2 секунды. Касательно торпедоносцев, там все нормально, времени не хватает. Далее, опять же, апаем живучесть нашим штурмам. Это одна из самых главных, так скажем, сил этого ионосца. Нет, поверьте, там штурмы, торпедоносцы с ними все хорошо, а вот штурмовики, они невероятно сильны и важны. Они очень хрупкие и рассыпаются буквально как хрусталь. Соответственно, чуть-чуть апаем. Ну и, конечно же, полетный контроль, время подготовки самолетов и плюс 2. Маскировка не нужна, 11-4, как я и говорил, припарковались, забыли, вас никто не найдет. Здесь, в принципе, раскидано даже по рекомендованным, и меня это устраивает. Первое, апаем Альфу, бронебойных ракет, плюс 3%, и это немало. Далее, игнорирование ПТЗ, здесь, конечно же, форсаж, полетное воздушное господство, время подготовки самолетов. Здесь апаем скорость всех эскадриль, и оставшиеся перки мы вкачиваем на живучесть. Сведение, скорость, все это ничего не нужно, скорость торпед там тоже не нужна. И вот эта вот вся история нам особо не поможет. Вот это, на самом деле, очень хороший, идеальный набор перков для данного иноса. Как все это выглядит в бою, мы сейчас увидим, не хочу затягивать обзор в порту. Я уже с вами разберу по факту, как это выглядит там. Итак, вот, собственно, наш бой, он был на стриме, он показательный, но обязательно в конце этого ролика вставлю самые эпичные моменты, где будет ярко видно. Хотя здесь тоже будут моменты. Итак, теперь, в общем, без ТТХ, а по факту. Итак, штурмы. Главная наша цель, легкие крейсера. Это первое. Второе. Тяжелые крейсера, типа Гинденбурга, Демойна. А вот касательно Кронштадтов, там все посложнее. Пуэрто-Рик и прочее. Там уже цитадели штурмы особо не достают. Соответственно, с линкоров тоже вы цитадели не достанете, но белый урон с каземат будете с линкоров выковыривать. Офигеть какой. Вы очень сильно удивитесь. Соответственно, летаем. Ищем цели с легким бронированием. Либо, как в данный момент, это принц Ойгин, на которого я буду заходить. И посмотрим, сколько, в принципе, мы сможем кинуть Ойгину с захода. Но заход здесь нужно все-таки, чтобы выбивать цитадели, нужен максимально правильный и точный. Берете выше, улетает каземата надстройки. Нужно брать что-то между ватерлинией и казематами. Тогда залетит по самой неболой. Но вот немцы все-таки иногда умудряются где-то что-то вытанковать. И, как видите, Ойгин все-таки здесь подставил небольшой ромбик. Хотя 11 пробитий, 11 тысяч за один залп. Далее. Здесь будет шикарный момент с Игнасио Аленда. Вы увидите, сколько мы оторвем легкому крейсеру, на который мы сможем зайти идеально, как он есть, как надо. Соответственно, поверьте, штурмы довольно-таки хлипенькие. Здесь бой идет у нас с восьмерками-девятками. Десяточек не было. Но, тем не менее. Касательно, как держат урон ПВО самолеты. Ну, вот штурмы и... Ой, штурмы. Бобры и торпедоносцы вполне неплохо. А вот все-таки штурмовики довольно-таки неплохо рассыпаются. С этим ничего не поделаешь. И если вы изначально неправильно заходите при помощи них, то впоследствии вы их очень сильно потеряете. Основной геймплей данного авианосца все равно завязан не только на заходе штурмов, а все-таки торпедоносцы и бомбардировщики. Вот опять ромбик. Заходим. Два пробития. Тут уже, видите, соответственно, поставили вам ромбик, пошли рикошет. Соответственно, далее по Погину работать не вариант. Еще момент такой добавлю. Для любого авианосца, а уж в случае для авианосцев, у которых не самые быстрые эскадрильи, это типа британцев, вот то есть немцы у нас довольно-таки быстрые, там на дальней дистанции вы все равно быстро долетаете. Здесь же нужно две вещи, особенно как в этом бою. Чтобы цели двигались на вас. Чтобы вы могли где-то поджать авианосец, при этом вас не высветили и не забрали. Если вот эти вот условия будут соблюдены, вы будете набивать урон буквально, знаете, как на советских авианосцах, где на короткие дистанции вы очень часто летаете и постоянно закидываете пожары, затопления. И как ни крути, данный авианосец также играется через стихийное бедствие при помощи бобров и торпедоносцев. Штурмы нужны для того, чтобы поймать легкие цели. Соответственно, сейчас пока все на раскатке, кто-то там, кто-то сям, лодки находятся довольно-таки далеко, летаем по возможности. В идеале летать нужно на ближайшие цели, ни в коем случае не летать на 20 километров, как только начнете летать на 20 и более километров, вы потеряете очень много урона и ДПМа. Вы тратите время на заходы и прочее, прочее. Это очень важный момент. Соответственно, Кронштадт, там пару торпедок закинули, но 20-ку уже накидали. Соответственно, летим бобрами. Затопчика не было. Очень все-таки тоже нужно, чтобы везло на пожары затопление. Соответственно, обязательно флажки на пожары, на вероятность затопления. Это вам очень сильно поможет, потому что бывают бои, когда ни пожары, ни затопления, ничего не залетает. И, блин, это реально проблема. Вот я отказался лететь туда за Кронштадтом. Тут у нас Фридер Дегросса давит. Соответственно, у меня через остров к нему максимально близкая дистанция. Но тут еще и норочка где-то стоит, пожалуйста. Вот эти цели наши. То есть мы для того и сблизили, чтобы по КД летать на ближайшие лодки. Но, поверьте, даже при том, что этот авианосец невероятно сильный, один из самых сильных авианосцев 8 уровня, как только начнут вас кайтить, если вы не будете вовремя смещаться на авианосце, у вас ничего не получится. Но это реалия. Это, знаете, представьте ситуацию, когда вы играете на эсминцы, и все идут от вас. А у вас двенашки заряжены. Двенашки или десятки. Ну, вы не сможете попасть на эсминцы торпедами в линкор, который постоянно убегает. Крейсер постоянно убегает. А вот когда цели идут на вас, тогда становится, согласитесь, куда интереснее. И вот сейчас, смотрите, мы уже накидали, ну, там, скажем, пускай 1030. И вот у нас Игнасио Аленда. Поднимаем сейчас торпедоносцев. Казалось бы, да? Но ничего страшного. Подождите, подождите. Сейчас все будет. Поднимаем торпедоносцев, скидываемся для того, чтобы заставить Игнасио Аленда крутиться, вертеться. И впоследствии, правильно, что мы сделаем? Мы поднимем штормовиков. И посмотрим, что будет с Игнасио Аленда. И поверьте, ему будет невероятно больно. Откидываем три торпеды. Тут же поднимаем штурмов. Все. Игнасио Аленда мы крутанули. Закидываем одну торпедку 3600. И у Игнасио Аленда, как видите, 34000. Он продолжает хилиться. И вот он делает фатальную ошибку. Смотрите, идеальный заход. Ватерлинию. 33000 у Игнасио Аленда. Скидываем группу. И смотрите туда, что сейчас будет. 500 дейли, 31000. Просто 65 сделано буквально за кратчайшее время. И это только начало, ребят. Это только начало. Соответственно, какой бы ни был ПВУ Угнасио Аленда, мне на данный момент уже неинтересно. Пускай его кто-нибудь там добирает. Он уходит за острова. А мы зайдем на Норкарленд. Самолеты довольно-таки живучие. Сами видите, мне там посбивали фиг да ничего. А самолетовы становятся довольно-таки быстро. К тому же я тут из-под острова летаю. Могу постоянно закидывать, перезавешивать пожары. И прочий момент. Еще раз напомню. В конце ролика сделаю вставки именно с авианосцами. То, как данный авианосец каннибалит вражеские авики. Делаем еще один заход. Но тут я не успел. К сожалению. Тут прям немножко лоханулся. Но, блин. Из-за разлета 9 сквозняков через настройки, одно пробитие мы все-таки дали. Итого 73000. Тут у нас Норка. В принципе, идеальные условия, согласитесь. Торпедоносцы мне здесь нравятся. Захотеть играть на них максимально несложно. Самолет, я так понимаю, это вроде как с Indemitable. Вот это вот типа. 22 атакующих свина. Сведение, смотрите, невероятно быстрое. Оно прям что-то с чем-то. Все, откидались. Торпеда не успевает разойтись таким веером, что прям ничего бы не попало. И проблем у нас особо не возникает. Три торпеды, затопление, пожалуйста, все идеально. Поднимаем штурмов. Я хотел там все-таки найти, нащупать Игнасио Лэнда. Насколько я помню. И блин, тут прицел Ойгин, Игнасио Лэнда вон где поджался. Но не получилось. Не получилось. В итоге потратил кучу времени. Но хотя бы на Ойгин тогда уж зайдем. И вот тут прицел, смотрите, как максимально подводит. Вот как же он подводит. Это прям вот... Это ужас, честно. Это прям максимальный ужас. С такого ракурса вот этот прицел, который туда вверх-вниз плавает, очень сложно скидываться. Приды, другой горос, 51 тысяча. Тут давит, соответственно, приоритетная цель. Я не хотел бы, чтобы линкор зашел тут за гору и натыкал мне. Поэтому отказываемся от куриссеров. Моя задача просто перезавесить, как-то скажем, пожарчик и развести на ремку. Довольно-таки большое количество бомб. Пожалуйста, по 7 тысяч ковыряем с пожарчиками. Как только он прожмет ремочку, мы закидываем ему, соответственно, за топ. Ну, что-то вы и наблюдаете. Редрих прожал ремку. Мы заходим и все будет идеально. Вот, что-то еще конкретно добавить. Сказать, что имбища, ну, наверное, могу сказать, что имбища, но вся имбовость этого авианосца заключается в чем? В том, что мы способны в начале боя законтрить вражеский авианосец. То есть мы убиваем вражеский авианосец и делаем, что хотим. Но даже при таких условиях, если вражеская команда будет кайтить, реализовать будет его, ну, прям очень сложно. Я вам честно скажу, нужно, чтобы была ситуация вот типа как вот здесь. И тогда урон будет тикать просто в такой-то лютой бесконечности. Никто вам особо ничего не сделает. Поэтому, как, допустим, контрить данный авианосец, чтобы он вас в самом начале боя не законтрил? Если вы увидели то, что против вас играет колоссус и он наверняка захочет полететь вас законнибалить, ваша задача элементарная. Просто поднимаете 2-3 группы, скипаете их и вокруг себя на определенной дистанции вешаете ястреб. Тогда он не сможет полететь штурмами. Вы уже займете какую-то позицию. Но при желании, при желании данный авианосец это сделает. Он вынесет вас, не вас, а вам мозг. И при желании он, поверьте, это может сделать. Но не забывайте, что данный авианосец сам не имеет ни бронирования, ни ПВО. И он весьма увязвим для советских, для также немецких штурмовиков, которые также его будут цитаделить. Ну и, соответственно, против самого же Колоссуса, Колоссус также будет страдать. Нужно ли каннибалить авика? Да почему нет? Почему нет? Если есть такая возможность, почему бы, собственно, и нет. Итак, что мы видим? 145 тысяч, один старпед, ни одного фрага. Фридрих у нас упал. И вот тут у нас в кроне. Просто идеально. Поджались и летаем на ближайшие цели по КД. Тут у нас вроде чуть-чуть закончили старпеда, но это не страшно. Они довольно-таки быстро восстановятся. Это не критично. Скидываем топ по Кронштадту. Поднимаем Бобров. Раз. Два. Ну и Кронштадт, соответственно, 400 хп. Тут уже либо парни доберут, либо парни доберут. Что мы имеем? У нас Ришелье. Авианосец. Принц Ойгин. Норк Арлэйн. Ну, соответственно, полетели пока за Норкой. Она ближайшая. По данному бою, в принципе, и так все будет видно. Бой весьма показательный, особенно по возможности, что по урону, то, как он работает по ближайшим целям. Ну, это, конечно, обусловлено для любого ионосца. Но то, что я вам покажу в конце видео, такое может далеко не каждая ионосец. Это надо уметь все-таки реализовать. Поймать, так скажем, в какой-то момент. И тогда все будет хорошо. Кидаем бобров. Правильно. Чего? Пожар, увы, не профит. А пожары здесь важны. Довольно-таки мало. У меня их забой. Всего три штуки. И это меня огорчает. Это меня прям огорчает. Что? Ну, я вижу только у нас тут Ойгин в островах. И Ришелье где-то там сближается. Все. Мы видим принца Ойгина. Опять я здесь, к сожалению, не могу зайти. Поджимая авианосец, чтобы Ойгин мне ББшками не накидывал. А поверьте, он будет выковыривать мне по 10 тысяч за каждый залп. Если бронебойками будет накидывать. Еще тут щукаку светит. И да, кстати, насколько я помню, бой сливной, ребят. Бой, к сожалению, сливной. Но я тут, по крайней мере, старался раздамажить вообще все, что может. Находиться. И, так скажем, боролся до последнего. Ну, что получилось, то получилось. Заходим торпедоносцами, поднимаем штурмовиков. И тут очень важно. Из моментов, когда лодка понимает то, что ее фокусит, она начинает постоянно вертеться. И успеть прям идеально подловить на штурмов, ну, не всегда получается. Но Ойгин подставляется. И я тут опять лишканул. Я взял почему-то выше. Я взял выше и 12 сквозняков. Блин, это мой косяк. Но ничего страшного. Мы сейчас зайдем в Бобрами и, в принципе, его доберем. Вот Ойгин еще делает опять одну ошибку. Он доворачивает так, как мне надо. Соответственно, делаем еще... Фраг! Ну, блин, опять немой, опять немой. Что мы видим? Решелье. 13 километров. Скипываем группу. Поднимаем штурмовиков. Попробуем посмотреть штурмами по линкору. Но... Но нет. Я поднял не эту группу. Поднимаем торпедоносцев. Полетели Решелье разбирать. 45 тысяч урона. Все-таки тоже на дороге не валяются. И все, ребят. Имбище. Только когда он контрит авианосцев. В остальном же это просто очень хороший авианосец. Рекомендовать к покупке. Решать только вам. Мне он, безусловно, понравился. И как для восьмого авианосца он невероятно сильный. Он невероятно сильный. Это что-то стабильное. Это на уровне Чкалова по комфорту. Одно удовольствие играть на данном авианосе. Особенно вот при таких условиях. Поэтому всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. В конце видео будет вставка. Как он работает по авианосцам. Досматриваю видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...